Здравствуйте! Садитесь! Мы начинаем. Всех с первым сентября. В эфире новости на АТВ. О главных событиях республики расскажут корреспонденты телекомпании и я, Анастасия Левина. Да вы что! Оснащенная, красивая, великолепная. Все комфортные условия, которые созданы в школе, они не позволят плохо учиться ученикам. В Улан-Удэ открыли школу номер 40. На строительство потратили почти 600 миллионов рублей. Еще раз вас с праздником и давайте от души будем отрываться сегодня. Завтра на уроке, а сегодня отрываемся от души. Депутаты устроили тусовку для школьников. Я хорошо получился. Счастливый всегда будет. День знаний в Орлике. Как и чему учатся и учат в одном из самых отдаленных и красивых районов Бурятии. Вся страна отмечает День знаний. Сегодня в нашей республике за парты сели 17 тысяч первоклассников. Многие из них за новые парты в новых школах. Так, за два года на месте старого здания в центре Улан-Удэ построили новый современный учебный корпус школы номер 40. Наш корреспондент Мариам Восконян, побывав там всего раз, не захотела больше уходить. Почему? Узнаем из следующего сюжета. Первое сентября. Атмосфера праздника. Шарики, цветы, бантики, радостные улыбки детей. Я уверена, что многие из них грустят, что лето закончилось, но не ученики сороковой школы. Вы спросите, почему? Да потому что это просто какая-то суперэлитная лухарь-школа. Я в этом уже убедилась, только что в ней побывала и сама вновь захотела пойти учиться в школу. И сейчас вам тоже это докажу. Пойдемте. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Великолепная. Все комфортные условия, которые созданы в школе, они не позволят плохо учиться ученикам. И родителям плохо работать. И, конечно, школа великолепная. Мы в таких условиях, безусловно, не занимались. Я очень хочу пойти в школу. Я думаю, что я буду учиться на одни пятерки. Меня все так поздравляют. Не хочется обратно в садик? Хочется. Спать, да? Играть? Здесь будут заставлять домашние задания делать, да? Ага. Так ты все-таки рада или нет? Рада. Я рада, но я скучаю по своей подруге Кристине. Она училась со мной в детском саду. Она, по ходу, в другую пошла. И до сих пор на подготовке. С момента сноса старого здания школы прошло меньше двух лет. Сегодня здесь все готово к учебному процессу. Кабинеты оснастили мебелью и современным оборудованием. Благоустроили прилегающую территорию. Мы тут, значит, грузили ящики недавно. Все, переезд вообще удался полностью. Мы довольны. Вот как 11 класс. Я думаю, от лица всего класса скажу, нам все нравится. Грустно было, когда школу сносили? Ой, да если честно. Это же просто здание. Вещи уходят и приходят новые, еще лучше. Вот видите, как эта школа. Новая, улучшенная. Данная школа построена в рамках указа президента Владимира Владимировича Путина. По национальному проекту образования нам выделили деньги на то, чтобы была ликвидирована третья смена, и дети имели хорошие условия. Вот школа открылась. С учетом этой школы, уже 17 школ у нас открыто новых построены. И еще получается 19 школ в процессе либо завершения строительства, либо начала строительства. Но это они уже определены с финансированием полностью. И по конституционной программе, и по национальному проекту. В общем, строятся школы. Нацпроект образования реально работает. Сегодня глава Бурятии также поздравил с Днем знаний учеников Республиканского бурятского национального лицея интерната. Это одно из инновационных общеобразовательных учреждений республики. Лицей функционирует как научно-методический центр бурятских национальных школ, школ интернатов Бурятии, Усть-Ордынского и Агинского автономных округов. Редакция нашего телеканала также присоединяется ко всем поздравлениям. Мария Амвасканян, Жаргал Ирдынеев, телекомпания АТВ. На строительство школы номер 40 потратили около 600 миллионов рублей из средств национального проекта образования. Как мы уже сказали, ее строили два года. Новое здание рассчитано на 450 учеников. В этом году в школе будут учиться более тысячи детей в две смены. Первый Е-класс, мои любимые. Будем вместе учиться, вместе с родителями. Я буду учиться, дети будут учиться. Плюс в школе созданы все условия для обучения детей. Самое главное, созданы условия для детей с ограниченными возможностями. Почти в два раза площадей больше. Новые оборудования, новые площади, новые технологии. Технологии воспитания, обучения наших детей. Поэтому, открывая эту школу, мы открываем пути для наших детишек, девчонок, мальчишек, выпускников. И, конечно, новые пути для учительского состава школы. Отметим, что сейчас в Ланодес строятся еще две школы на 1275 мест по улице Автотранспортная и новый корпус на 250 мест для школы номер 32. Завтра у школьников начинаются трудовые будни. Впереди уроки, контрольные экзамены и домашние задания. До следующих каникул еще далеко, поэтому сегодня последний день, когда ребята могут беззаботно веселиться. В одном из дворов железнодорожного района депутаты и работники местного ДК устроили целое представление для тех, кто уже завтра сядет за парту. Малышей не обижать. Учишь школе, учишь школе, учишь школе. Читать и умножать. Малышей не обижать. Учишь школе, учишь школе, учишь школе. Уже завтра Леша и Марк сядут за учебники. А сегодня можно и повеселиться. Для ребят железнодорожного района устроили театральное представление с песнями и танцами. А вам нравится? Молодцы! Давайте еще раз вас с праздником и давайте от души будем отрываться сегодня. Хочу пожелать вам больших успехов в мире знаний. Учитесь хорошо, слушайте своих родителей и берегите эту детскую площадку. Совместно с депутатом народов Урала, с депутатом Дорожима Цирена, мы благоустраиваем совместно с жителями и управляющими компанией, и с ТСЖ, конечно же. И все жители этому радуются. Отдыхать всегда хорошо. А готовы ли ребята к школе? Рубрика «Вопрос-ответ». Радость, классная, новые оценки, новые друзья. Все круто, да? Да, да. А у меня все новое. Автоматически я улыбаюсь. Улыбкой не сходят с лица, да? Ага, и новый класс. Твои одноклассники как вообще? Хотят в школу ходить или... Они в первой классе все время говорят, что школа это фу, а теперь они наоборот хотят. Тяжела жизнь школьник? Нет, все легко, только вот много учебников выдали, я боюсь, что будет достаточно тяжело. А кто думает все-таки умнее, девочки или мальчики? Я думаю, пацаны умнее. Я думаю, девочки, но мальчики тоже умные. Какие сложности были? У меня все время сложные примеры давали. У тебя есть возможность обратиться ко всем школьникам нашего города? Что хочешь пожелать? Ну, я хочу пожелать хорошей учебы, чтобы было больше пятерок. Ну, и самое главное, чтобы всегда форма на физру была с собой. Вы забываете форму, то есть? Да, да. Ну, это самое главное, я считаю. Да, это просто... Если забудешь, то все это у тебя. Да, не будет физры для тебя. Если не будет физры, то это день потерян, все. А теперь давайте перенесемся из торжественной, официальной и многолюдной столицы Бурятии в один из самых отдаленных и красивых ее уголков. Как встречают День знаний в Орлике? И вообще, чем учеба и атмосфера в сельской школе отличаются от городской? Смотрим. Горы, высокие ели и чистый воздух. Такого в Улан-Удэ точно нет. А вот первый звонок такой же, как и везде. И дети тоже. Но это только на первый взгляд. 1 сентября 2021 года. Село Орлик. Акинский район Республики Бурятия. Отличается наше первое сентября от Улан-Удэнских линейок. Как ты думаешь? Наверное. Чем? Поставу медленно. Я думаю, что все-таки террористские ребята намного жизнен не проспособлены. Поэтому у нас еще ждут награждения. Хорошие, скажем, памятные дни, которые помогают родителям. После этого ковида очень приятно в тех школах поработать. Главное, скорее поработать, начать. Я считаю, что лучше всего учиться в деревне. Потому что здесь свежий воздух. Можно играть на улице. Там, наверное, в Майю. Вроде бы ничем, но у нас, по-моему, труднее в деревне. Более 600 детей из Акинского района с трудной жизненной ситуацией получили такие подарки к новому учебному году. Это ежегодная традиционная акция. Наши недропользователи всегда отвлекаются на наши просьбы, чтобы помочь. Набор входит для первоклассника. Все необходимое для учебного процесса. Сюда входит, вот получается, посмотрите, альбом для рисования, цветной картон, цветная бумага. Мы очень благодарны нашим недропользователям. Это Забайкальско-горнородному предприятию. Я хороша учиться. Счастливой всегда будет. О том, где лучше учиться, мы спросили и городских детей. Вот их ответы. Как ты думаешь, какая школа лучше? В деревне или в городе? Я это еще не знаю. Наверное, в городе. Их строят побольше. Тут крупные они, большие и просторные. Ты бы где хотела учиться? В городе или в деревне? В городе. А почему? Ну, что друзей много. Я пришла в эту школу, увидела, какая она красивая, классная, что мне даже захотелось учиться. У меня нет любимой учительницы и учителя. У меня все любимые. Мы весь день сегодня провели на школьных линейках. Конечно, жизнь в городе сильно отличается от сельской. В Оке все очень красиво и неторопливо. В Улан-Удэ торжественно и быстро. А вот дети везде одинаковы. Милые, искренние и часто более мудрые, чем мы, взрослые. Вот эта бабка, которую ты мне не купила. Для тетрадей, да? Блин! Алтана Мункуева, Юлия Максимова, телекомпания АТВ. Это еще не все. После короткой рекламы начнутся другие новости. Улан-Удэ готов к эвакуации. В столице Бурятии развернута сеть пунктов сбора граждан. Они же сразу это все делали в одну ночь. Вечером поздно приехали, нарубили провода, привезли домой. До утра все обожгли. Утро загрузили, увезли. Сдали уже как цветный металл. Преступление и наказание. Похитителям электросетей грозит 7 лет тюрьмы. А этот зал наш, вот им детям. Страна игр и грез. Страна фантазии. От колобка до остальной ос. Проходите. Пушкин, Гоголь и Толстой. Русские классики провели экскурсию по Закаменской библиотеке. Вот хлебцы с использованием не обычного растительного масла, а масла облепихового. Облепиха не только ягода, но и деньги. Глава Бурятии посетил Селингинский район. Для самых маленьких в Абсолюте. Пюре Тёма со скидкой 35% всего за 39,79. С заботой. Ваш Абсолют. Оптика ССЭК представляет. Коллекцию очков 2021 года. Мировых брендов. Создай свой новый мир. В очках от оптики ССЭК. Будьте яркими. Будьте стильными. Ваша оптика ССЭК. Почти все лето жители Левобережья тревожат угрозы затопления домов. Если до сих пор они отделывались испугом, то сейчас и правда есть о чем беспокоиться. В связи с обильными дождями в Монголии, Селинга уже подтопила несколько сел в Кяхтинском районе. И сейчас волна движется на Улан-Удэ. В городе уже организованы пункты сбора граждан. На одном из них побывал мой коллега Эдуард Живзаранов. Только за последние сутки вода в реке Селинга поднялась на 17 сантиметров. И в ближайшие дни продолжат расти. Есть угроза затопления жилых домов. И в связи с этим были организованы пункты временного размещения граждан. Сегодня один из них проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Первоначально, конечно, в случае эвакуации населения у нас будет обеспечиваться санитарно-эпидемическое благополучие, чтобы было городская поликлиника номер 6. Перед входом будет палатка. Они будут брать ПЦР-анализ, экспресс-тест. И сразу, как будет результат, что все нормально, граждане проходят далее. В пунктах есть медицинский кабинет, комната матери и ребенка, бесплатное трехразовое питание. Все они охраняются Росгвардией. Постельное белье есть? Все есть. Полотенце есть? Все есть. Тапочки одноразовые? Нет. Дмитрий, надо посмотреть. А, тапочки, да. Это комитетом потребительского рынка. Механизм договора все заключены с Титаном, Барисом. Сейчас в комитете уже хранится запас на 50. Зубные щетки, зубная паста, мыло. Всего в Лануде организовали 17 таких пунктов. Два из них – это детские лагеря и 15 гостиниц и хостелов. Все они вместе рассчитаны на 610 человек. Комбинат школьного питания организует доставку сюда продуктов. Запасы уже есть и прямо здесь будет готовить. Вообще, этот пункт временного размещения рассчитан на 40 человек. Понятно, что в основном здесь будут находиться, скорее всего, женщины с детьми. Если необходимо будет, мы емкость комнат матери и ребенка, конечно, увеличим. Детский лагерь «Родничок» уже имеет опыт помощи гражданам, оказавшихся в трудной ситуации. Были случаи пожаров, и вот когда погорельцам некуда было идти, да, и среди ночи, и днем обращались. Мы, конечно, принимали, и сколько было необходимо гражданам, они здесь у нас находились. В случае наводнения определено 15 точек размещения автобусов для эвакуации. СНТ «Сибиряк», ТСН «Левобережная», микрорайон «Заречный», микрорайон «Степной», ДНТ «Весна». СНТ «20 лет победы», ДНТ «Дружба», ТСН «Черемушки», СНТ «Коммунальщик», СОНТ «Судостроитель». Улица «Окинская», ТСН «Урожай», СНТ «Профсоюзник», микрорайон «Исток», конечная маршрута номер 15. Эдуард Жамсаранов, Владимир Попов, телекомпания АТВ. Преступление и наказание. Компания «Россети Сибирь» «Бурятэнерго» за два года понесла ущерб в 1 миллион 700 тысяч рублей. На их объектах в Иволгинском районе и Вулан-Удэ похищали новое оборудование. Сейчас мы используем современные уже материалы, они достаточно дорогие эти материалы. Самонесущий изолированный провод, используем интеллектуальные приборы учета. Поэтому вкладываемся, как говорится, своим финансовым ресурсом, компания. Но вместе с тем есть граждане, которые до момента подключения, как только построили, и до момента подключения потребителей умудряются у нас похитить имущество. Интересно, что провода и столбы воровали исключительно на тех участках, где потребители подали заявки, но еще не подключились к электросетям. Наносится ущерб компании, остаются жители без электроэнергии. Необходимо организовывать аварийные восстановительные работы, чтобы привести линию в нормативное состояние. Ну и, кроме того, существуют реальные угрозы жизни и здоровья как населению, так и людям, которые совершают такие действия. В августе сотрудники МВД задержали на месте преступления группу злоумышленников. Банда промышляла в Иволгинском районе, в Улусе, Хайтобе-Е. Изъяты орудия преступления – бензопила и болторез. Они же сразу это все делали в одну ночь. Вечером поздно приехали, нарубили провода, привезли домой, до утра все обожгли. Утро загрузили, увезли, сдали уже как цветной металл. Задержанные подозреваются в массовом хищении проводов. Двое подозреваемых уже находятся в СИЗО. Им грозит 7 лет лишения свободы. Еще один участник преступлений – под подпиской о невыезде. В любом случае безнаказанно не останется данный день. То есть плотно будет заниматься и служба безопасности, дальше бурят энергию, соединяются с МВД. Результат уже есть. Группа из трех человек задержана. Учение – свет, а не учение – тьма. В Закаменском районе открылись сразу две библиотеки. В районном центре и в селе Хуртага. Одна из них – модельная. Чем она отличается от обычной, расскажет Инна Изухеева. В Закаменске после капитального ремонта открылась межпоселенческая центральная библиотека. Здание 63-го года постройки обрело современный вид благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий и средствам, выделенным фондом капитального ремонта». Первый этаж предназначен для художественной литературы. На втором этаже – детская библиотека. На третьем – лекционный зал. Что еще знает Пушкин? Здравствуйте, Александр Сергеевич. Проведите нам экскурсию по вашей новой обновленной библиотеке. А этот зал наш, вот, детям. Страна игр и грез, страна фантазии. От Колобка до стальной ОС. Проходите. Ну, расскажите, что нового здесь мы увидим? Все здесь новые. Новые полки, новые книги пришли. А Мелса Самбуева, стихотворение, знаете? Знаю. Ища свою удачу, презрев тоску и страх, Я путь с тропинки начал в Закаменских горах. Мне со нога махнула платочком тишине, И река с их раздохнула, суля удачу мне. Главной библиотеке района присвоено имя известного закаменского поэта Мелса Самбуева. В ней собраны книги на любой возраст и вкус – от классики до краеведческой литературы. Всего около 170 тысяч экземпляров. Более того, в библиотеке старинная печатная пресса обретает новую жизнь. Вот перед нами газета 57-го года. Эти раритетные выпуски газет оцифровываются и сохраняются в электронном варианте. Такие экземпляры можно найти здесь, в Закаменской библиотеке, а также в Национальной библиотеке Улан-Удэ. А вот так встречают гостей в селе Хуртага. Здесь открылась первая в районе модельная библиотека семейного чтения «Гуламта» в переводе с бурятского «Домашний очаг». Мы очень рады за Закаменский район, что такое развитие мы сейчас наблюдаем. Это первая библиотека в Закаменском районе, но и в республике в целом у нас совсем немного таких библиотек, но она уже есть у вас. Так здание выглядело до ремонта. Сейчас это просторное помещение с современным оборудованием и множеством книг. Площадь библиотеки увеличилась почти в три раза. Теперь источник знаний находится в фойе сельского дома культуры. Если раньше в библиотеке находился только один компьютер, принтер и проектор имели, то сегодня целых 23 единицы архтехники получается, включая интерактивную доску, интерактивный комплекс и проекционный комплекс. Глобализация и модернизация не обходят стороной и библиотеки. Появляется новый формат подобных заведений. Это модельная библиотека. Чем она отличается от обычной муниципальной? Ну, к примеру, даже тем, что здесь имеются книги с дополненной реальностью. Прочесть, а точнее прослушать такие книги просто. Достаточно иметь планшет или телефон, скачать приложение и наслаждаться рассказом. Экземпляры с дополненной реальностью пользуются спросом у дошколят. Это библиотека открылась. Как тебе нравится? Да. Что тебе нравится? Мне нравится, что есть такие книги там, где живут картинки. Думаю, что это большой шаг вперед, что наши дети теперь могут и будут заниматься в такой библиотеке. Такое количество настольных игр, я думаю, это вообще очень хорошо. Это объединяет детей, прежде всего, и нас, молодых семей. В библиотеке предусмотрено множество зон. Информационная, читальная, рабочие зоны для сотрудников, для людей с ограниченными возможностями. Это устройство называется Tiflo Flash Player. Он предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья, но для слепых, слабовидящих. На данном стеллаже расположены книги, выполненные шрифтом Брайля. Борис Цибенов нуждается в такой литературе. У него серьезные проблемы со зрением. В 93-м году Борис Ренчинович начал изучать азбуку Брайля. Сейчас вспоминает азы. Модельная библиотека – это слияние традиций и инноваций прошлого и будущего. Здесь заботятся о старшем поколении и умело привлекают детей к чтению книг через новые технологии. Инна Языхеева, Ренчин Павлов, телекомпания АТВ. Знаете, чем славится Селингинский район? Конечно, облепихой. В советское время сборы ягод там достигали 500 тонн за сезон. В 90-е производство почти сошло на нет. И вот после долгих лет разрухи на месте одного из совхозов открылся сельхозкооператив в саде Селинги. Его цель – возрождение промышленных садов. Накануне в саду побывал глава Бурятии. Как там, в облепиховом раю, расскажет Алтана Мункуева. Это место можно назвать источником богатырского здоровья. Здесь выращивают одну из самых полезных ягод в мире. Ее даже называют витаминой-бомбой. Да, это облепиха. А это одни из представителей сельхозкооператива «Сады Селинги». Сады наши все заросли. Много лет это все не обрабатывалось. Междурядная обработка не делалась. Часть плантации погорела, потому что были пожары много лет. Предприятие создали в этом году. Оно объединяет 46 садоводов, фермеров и просто землевладельцев. Их цель – восстановить сады родного края. Ранее наш совхоз собирал более 500 тонн ягод облепихи. Снабжалась вся республика и вся Россия вплоть до Германии. Больше 20 лет супруги Наталья и Анатолий возрождают богатство от Сульской земли. Дело хлопотное и затратное, но государственные субсидии помогают держаться на плаву. Федеральный закон 178, который субсидируется за окладку и уход многолетних насаждений. Мы этой программой пользуемся, Минсельхоз нас поддерживает в этом. Государство возвращает 80% от затрат наших. Эти 10 гектаров саженцев облепихи посадили еще в 2018 году. В среднем плоды они начинают давать через 4-5 лет. Но, как мы видим, некоторые из них уже начали плодоносить. Прямо сейчас мы попробуем только что сорванную ягодку облепихи. Боже, какая она кислая. Кислая, но такая полезная. Чего только не делают из этой ягоды. Сироп, джем, масло и многое другое. Рассказывайте, что за красота у вас такая здесь? Ну, вот это наша благодатная цульская земля. Это мы уже выращиваем сами календулу, мяту, ромашку аптечную. То есть у нас есть свой сад. Вот хлебцы с использованием не обычного растительного масла, а масла облепихового. Очень полезный вид у них, красивый. Глава Бурятии с рабочей поездкой в Селингинский район встретился с этими фермерами и попробовал их продукцию. Во время радушного приема жители Темника попросили главу Бурятии решить вопрос с дорогами. Дорога от трассы до нашего поселка 8 километров. Дорога очень сложная, поэтому много проблем из-за этого. Еще одна просьба коснулась соседнего села, а именно от сульской школы. Местные спортсменки активно занимаются футболом. Их знают далеко за пределами республики. Три года назад они победили в международном турнире в Китае. Тренироваться чемпионкам приходится на этой открытой площадке из-за отсутствия школьного спортзала. Мы хотим, чтобы у нас был спортзал, так как мы зимой играем на улице. Мы диманчевые куртки, носки и идем играть. Строительство дороги и спортзала реализует по нацпроекту комплексное развитие сельских поселений. Для этого необходимы два основных условия. Это наличие ПСД и госэкспертизы. И второе – наличие небюджетных источников финансирования. Если построить наш спортзал, то мы обещаем, что мы будем занимать первые места не только в Брятии, по всей России и даже за границей. Алтана Мункуева, Жаргал Ирдынеев, телекомпания АТВ из Селингинского района. Ну и напоследок обращусь ко всем любителям большого футбола. Сегодня сборная России встретится со сборной Хорватии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022. Лично я ставлю на гол Смолова. Болеем за наших! Не забудьте подписаться на нас в социальных сетях и поставить лайк. Всего доброго и до встречи в эфире! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok